МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для большего удобства пенсионеры будут получать выплаты по возрасту на карту. Это именно для нас все делает. Кого не коснется нововведения? Коробочка спасения. В городе проходит акция за безопасность вместе. Это устройство, которое способно на ранней стадии оповестить жильцов. Почему так важно установить АПИ? Лучший подарок и отличный друг. В мире 23 апреля отмечается День книги. Среди самых читаемых у нас выходит Короткевич. Это его черный замок Ольшанский. Какие издания в топе Бабручан? А также польза мирного атома, рост показателей и коварная зараза. В республике отмечается рост заболеваемости коклюшем. Чем опасен недуг? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Надежная опора и для людей, и для власти. Всебелорусское народное собрание – политический институт, который призван быть гарантом стабильности и суверенитета страны. Телеканал «Бабруск-360» продолжает знакомить с делегатами ВНС. Виталий Гаврусев слушался в инициативе представителей масштабного события. Доступность и качество медицинской помощи всегда были важными пунктами социальной политики любого государства, по реализации которых можно судить о благосостоянии нации и условиях для жизни в стране. Поэтому вопросы развития здравоохранения также намерены озвучить делегаты Народного собрания, среди которых немало медиков. В их числе заведующий терапевтическим отделением БЦБ Наталья Подубская. Что здоровье, здоровье нации – это крепкая нация, это крепкие границы, это производство, это и легкая промышленность, и тяжелая промышленность – это все здоровье. Поэтому, конечно, прежде всего здравоохранение, но и еще, кроме того, что человек должен быть здоров, он должен быть образован. Новость о том, что теперь она еще и делегат Народного Веча обрадовала, но не расслабила. Ведь впереди много работы, а теперь еще и государственной. Социальная политика, она в Беларуси у нас на высоком уровне, и нужно сохранить то, что мы наработали за предыдущие годы, это укрепить. На заводе крупногабаритных шин открыт в акционерного общества «Белшина» Дмитрий Мозель имеет репутацию человека слово и дело. Он достойный пример простого человека, имеющего свой взгляд на жизнь и готового работать на благо народа. Для себя выделил три аспекта. Первый аспект – это молодежная политика, предприятие и в целом в стране. Второй – это выделим наши глубинки, деревушки наши. И третий аспект – это образовательная политика, в большинстве относящаяся к нашим детям. Так как являюсь молодым отцом, воспитываю сына, который ходит в первый класс. Темы, которые волнуют представителя депутатского корпуса города и преподавателя хоровых дисциплин детской школы искусств имени Аловникова Ирины Козловой, не только и сферы образования, культуры и искусства. Электоральный суверенитет – это, конечно же, наша военная политика. Это сохранение целостности нашего государства, потому что вопросы безопасности нашей страны стоят на первом месте. Так как я являюсь матерью, я являюсь учителем, я хочу, чтобы наши дети росли в мирной стране. И, конечно же, над нашими головами было чистое, светлое небо. Два дня работы в ИНС станут главной темой в жизни страны для каждого ее жителя. Все с интересом будут следить за ходом работы собрания в средствах массовой информации, читать, слушать, смотреть. А это значит, станут сопричастными к важному государственному событию. И в этом еще один важный фактор – единство нашего народа. В стране все было прекрасно, и переживать за будущее наших внуков, потому что у меня уже внуки учатся, работают. А ну что еще? Чтобы здоровье было во всех. Ну что еще? Чтобы просветала наша страна. Лучшей жизни ждем. У нас и так неплохая жизнь. Чтобы расцветала наша страна и укреплялась мир, экономика. Все хотят, чтобы был мир. Это раз. Чтобы все люди жили в достатке. Дети были, как говорится, для них было все сделано. Главное – мира и спокойствие. Определенно, Седьмое Всебелорусское народное собрание войдет в историю Беларуси как высший орган народовластия с конституционным статусом. Делегатам предстоит определить стратегические направления развития общества и государства на грядущее пятилетие. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Подарок, способный спасти жизни. В Бобруйске проходит акция «За безопасность вместе». Сотрудники МЧС вместе с работниками Центра социального обслуживания посещают многодетные семьи. В гости не с пустыми руками. В качестве презента – бесплатная установка автономных пожарных извещателей. Также полезные брошюры и жизненно важное напоминание о правилах и пользе АПИ. Только с начала года в Могилевской области устройство спасло 9 человек. Среди них 6 детей. У нас есть частный дом и маленькие детки. Это для безопасности очень хорошо. Мы очень благодарны нашему городскому исполнительному комитету за то, что есть такая акция. Спасатели напоминают, что автономный пожарный извещатель – это устройство, которое способно на ранней стадии оповестить жильцов о возникновении пожара. Для того, чтобы они работали исправно, нужно периодически менять крону элемент питания и продувать извещатель от пыли. Устанавливать АПИ необходимо в каждой жилой комнате. Оптимальное место для пожарного извещателя – в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Также устройство, способное спасти жизнь, можно размещать на стене. Автомобильный бум, отечественное электричество и максимальное расслабление. Май порадует белорусов дополнительными днями отдыха. Когда можно не идти на любимую работу? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. ВВП Беларуси в первом квартале 2024-го вырос более чем на 4%. Объем в текущих ценах – 53 миллиарда рублей. Увеличение показателей обеспечили промышленное производство, сельское хозяйство. Стабильно поднимается вверх уровень грузооборота транспорта. Также положительное развитие экономики поддерживается высоким внутренним спросом, в первую очередь потребительским. Мирный атом продолжает приносить дивиденды. БЛАЭС позволила заместить почти 8 миллиардов кубометров природного газа. Суммарно она выработала 28,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Она используется для развития энергоемких производств жилфонда транспорта. Первый энергоблок, напомним, ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021-го, второй – осенью прошлого года. В республике отмечается рост заболеваемости коклюшем. Основной контингент подхвативших заразу – дети от 7 до 14 лет. Инфекция известна мучительным кашлем и может иметь ряд опасных последствий – от пневмонии до остановки дыхания. Сейчас ведется обсуждение добавлений в национальный календарь дополнительной дозы прививки. У взрослых также есть возможность сделать укол здоровья. В Беларуси стартовало производство полного цикла среднеразмерных китайских автомобилей, которые получили масштабную адаптацию для российского рынка. Такое решение позволит сделать процесс покупки более доступным. В рамках проекта машину полностью приспособили под запросы потребителя. Перекалибрована подвеска, оптимизированы алгоритмы работы двигателей. Проведена русификация медиа-центра. Май порадует белорусов дополнительными днями релакса. Длинные выходные в стране стартуют с 11 по 14 число. Также отвлечься от работы жители Синёка смогут 1 и 9 в День труда и победы. Понедельник 13 переносится на субботу 18. К слову, в 2024-м все государственные праздники, кроме Рождества, выпадают на будни. Полезное новшество. С июля этого года выплата пенсии и пособий будет проходить только через банк. Раньше перечислениями занималась и Белпочта. Роман Костюков изучил тему вдоль и поперёк. Кажется, все привыкли к расчёту по карте. Получать зарплату таким способом – вещь обыденная. И получать пенсию сразу на счёт, а не стоять в очереди или ждать почтальона, стало удобным нововведением. Есть и обратная сторона – затраты государства. На доставку пособий на дом и через почтовое отделение направляется существенное средство. К примеру, в 2023-м – около 114 миллионов рублей. Именно поэтому поправки в порядке выплат обязуют перейти на банковские услуги. Исключение составляют граждане, достигшие 70 лет, инвалиды первой и второй группы, получатели пособий, в семье которых воспитывается ребёнок-инвалид, а также граждане, проживающие в сельской местности. С апреля по май текущего года в банках начата работа по открытию счетов и регистрации банковских карт для указанной категории граждан. На сегодняшний день граждане, получающие пенсии через Белпочту, должны обратиться в банк для открытия базового счета с целью получения пенсии. Обязательно будущим клиентам нашего банка в заявлении надо указать о том, что они согласны получать пенсию с 1 июля 2024 года. Таким образом, граждане, которые укажут эту дату, пенсия начнёт поступать на счета уже в июле. Часть пожилых граждан приняли удобство уже сегодня. Мария Коптилова на пенсии уже с десяток лет. Как сама признаётся, расчёт по карте упрощает жизнь во всём. Оплачивать счета, что называется, не отходя от кассы – главный козырь. Ну а если понадобились наличные, ближайший банкомат в помощь. Я считаю, что обязательно нужно, кто не получил банковскую карточку, получить её, потому что это именно для нас всё делается. Я считаю, что это намного лучше, намного удобнее. Сидя дома, делая все платежи, оплачивая свои все счета какие-то. Это очень хорошо. Фактически поменяется лишь способ выплаты. Сроки получения останутся прежними. Со стороны можно с точностью сказать. Это не только упростит порядок перечислений, но и подарит старшему поколению новые возможности и удобства. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Всемирный день книги и авторского права отмечают во всём мире 23 апреля. Этот день призван укрепить любовь к печатным страницам и чтению. А какие издания популярны сегодня? Наша съёмочная группа окунулась в мир фантазий и грёз. Сегодня современные букинистические магазины могут предложить покупателям изобилие продукции. Отыскать подходящую можно по целому ряду параметров. Жанру, конкретному автору или даже просто по красоте обложки. В 23-м Бобручане на ура покупали книгу «Исповедь». Она стала легендой вместе с её автором. Самая пользуемая литература была – это у нас «Севелла». Легенды инвалидной улицы. Подарочные издания у нас в продаже на сегодняшний день. В ТОПе – история страны и произведения белорусских авторов. Молодёжь с удовольствием читает литературу на белорусском языке. Среди самых читаемых у нас выходит Короткевич. Это его чёрный замок Ольшанский. Очень пользуется спросом. И «Колосы под серпом твоим». Ну, а с поэтов, конечно, это, как всегда, купала и колос. Многие молодые люди воспринимают книгу как лекарство, чтобы отвлечься или разобраться в каком-то вопросе. Книги – это способ не только отдыха, но и тренировки мозга. Поэтому даже я понимаю, что не до всех я доросла, и не получается с каждым героем вжиться в произведение. Мне нравится читать книги, с помощью которых можно прожить именно ту историю, которую прожили они, почувствовать их какие-то эмоции, прожить их жизнь. Моё последнее произведение было «Гарри Поттер». Это произведение о волшебстве, о дружбе, о том, как ты можешь преодолеть свои самые страшные страхи. И, скорее всего, этим она мне понравилась. Не падает спрос на поэзию. Её читатель никуда не исчез. Некрасивая девочка. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправленная в трусы худая рубашонка, колечки рожеватые, кудрей, нос длинный, ручки кривые, черты лица острые и некрасивые. Я сбудую себе краину. Я набуде прыгожей, як ветка. Я набуде могутный бы ветер. Я набуде пяшчотной бы вусны. Я набуде моею матулей. И в буре, и в грозу, и в житейскую стынь, при тяжелых утратах, и когда тебе грустно, оставаться улыбчивым и простым самое высшее в мире искусства. Это Есенин. Если вы есть, будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были. Из песен, лучшими песнями, из книг, настоящими книгами. Книга – окно в мир культурного многообразия. Мост, который соединяет разные цивилизации во времени и пространстве. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруськ, 360. На победной волне в субботу Белшина провела выездной матч с Гомельским бумпромом. Начало игры для бобруськой команды не задалось. Пропустили первыми. На 35-й минуте хозяева открыли счет. Однако шинники не планировали так просто отдавать очки. Точный выстрел Дмитрия Денисенко восстановил паритет. А красивый гол прямым ударом с углового в исполнении Валерия Поторочи поставил точку в игре. Победа 1-2. Во втором тайме мне игра понравилась. Опять-таки создали достаточно большое количество моментов. Где-то, наверное, повезло. Отблагодарила нас, как говорится, там судьба за второй забитый гол. Но, опять же, это за счет давления, за счет того, что мы хотели. Наверное, нас это и было благодарило. Следующий матч чемпионата красно-черные снова проведут в гостях. В субботу, 27 апреля, бобылские футболисты отправятся в столицу на встречу с «Энергетик» БГУ. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!